Мое почтение, я Александр Михельсон, сегодня на тест-драйве заслуженный деятель автомобильных искусств, причем глобального масштаба, новая Toyota Camry. Новая Camry глобальная даже в дизайне. Наверное, знаете, что раньше для Америки, скажем, и Азии машины выглядели немного иначе. Теперь и российская Camry, и американская Camry, и китайская выглядят одинаково. Модель представили в начале 2017 года на автосалоне в Детройте, а до нашего рынка она добралась с традиционной оттяжкой почти в год, что, впрочем, не умаляет достоинств новой Camry. Это девятое поколение с индексом XV70, а началась история Camry, вы не поверите, в 1982 году вот с такого седана. Всегда удивлялся, как тойотовские инженеры вкупе с маркетологами умудряются использовать, прямо скажем, не самые свежие узлы и агрегаты в новых моделях, и при этом прекрасно продавать их по всему миру. С Camry, уверен, будет точно такая же история. Так, российская моторная гамма состоит из знакомых по-прежнему поколению и по другим моделям бренда двигателям. Это три бензиновых мотора. Двухлитровая четверка мощностью 150 лошадиных сил. Номер два. Двух с половиной литровый движок мощностью 181 лошадиная сила. Именно такая модель на тесте. Топовый агрегат по-прежнему трех с половиной литровый V6 мощностью 249 лошадиных сил. Четырехцилиндровые двигатели работают в паре с шестиступенчатым автоматом и шестерка с восьмиступенчатым. Обе коробки передач тоже не новые, как минимум шестиступки, но с другой стороны они прекрасно работают и доказали свою надежность. Так что подобные технические решения для многих наоборот благо. Я бы, например, однозначно предпочел нечто подобное, а не суперновый, инновационный, но непроверенный агрегат. Что двигатель, что автомат. Новая Camry, как видите, стала более спортивной и агрессивной. И это в рамках концепции. Боссы Toyota заявляют, что автомобиль и по управляемости стал другим, более спортивным, более точным. Так вот, это мы все, конечно же, проверим на ходу. А что касается дизайна, когда я приехал показывать когда-то, там несколько лет назад, свой новый Lexus GS товарищу, первое, что он сказал, не то, что он красивый, чего я ждал. А он сказал, вот эту губу внизу ты оторвешь сразу же, в первый же месяц. Губу я не оторвал, но очень внимательно следил за этим. Так вот, с новой Camry, в смысле геометрической проходимости, то же самое. Красота красотой, но ко всяческим поребрикам нужно подъезжать крайне аккуратно. По дизайну видно, что машина действительно больше заточена на спорт, она стала ниже, линия капота стала ниже, сама машина стала чуть ниже, шире и получается такой распластанный по асфальту зверь. Смотрится она действительно здорово. И единственный, пожалуй, четко совершенно узнаваемый элемент впереди, это форма фар. Она поменялась, но узнать, что это фары Camry можно однозначно. В остальном же каких-то очевидно узнаваемых элементов, по-моему, нет. Другая совершенно боковина, другой рельеф. Появилась вот эта волна симпатичная довольно по кузову, задняя оптика тоже совершенно другая. То есть узнать как-то сзади Camry, явно сравнивая ее с предыдущим поколением, довольно сложно. Я бы сказал, даже невозможно. Сегодня утром, глядя в окно на предмет погоды, нет ли дождя или снега в мае в нашей прекрасной Сибири, я был очень доволен. Светило солнышко, хотя на градуснике было всего плюс три. Но в действительности на улице очень холодно, и кроме слез у меня еще некоторые выделения под носом происходят. Действительно очень холодно, даже руки замерзли. Поэтому смотрим, что там в салоне. Там как минимум тепло. Ну что, теперь салон. Вот как выглядит интерьер новой Camry. Здесь появился фирменный, я бы уже сказал, треугольник на центральной панели. Это решение впервые появилось на Lexus, на RX. И тогда оно мне, если честно, не нравилось. Как-то чего-то там было недоделано, по-моему. Сейчас вот это все смотрится, во-первых, стильно, во-вторых, современно, в-третьих, оригинально. Ни у кого ничего подобного нет. Классическое решение из глянцевого пластика. Мне он не нравится, мне он кажется непрактичным. Но такие решения есть практически во всех современных автомобилях. Видимо, производители считают, что вот это не важно. То, что задевая пальцем, вы оставляете на этом, в общем-то, красивом пластике следы. И еще, я боюсь, он будет бликовать. Но заводим автомобиль и... А чего он у нас не заводится? Потому что ключи у тебя. И заводим автомобиль. Картинка здесь оживает. Причем она такая космическая. Все летит, все. То ли самолет садится, то ли еще что-то. Еще одно интересное решение. Здесь фактура вот этих вставок. Здесь они есть, и вот здесь они есть. То ли эпоксидка, то ли не эпоксидка. Довольно интересный, какой-то разный цвет, играющий такой. И рифленая, мелко-мелко рифленая структура. Смотрится тоже неординарно. Ни у кого я такого не видел. Ну, а в остальном здесь довольно все просто. Огромная ниша между сидениями. Вот здесь есть еще одна ниша, которая сдвигается на микролифте. И, кстати, за счет треугольника этого все, например, USB-шка. АУКС-вход и зарядка 12-вольтовая, они спрятаны, не видно. Причем они, более того, открываются. И еще здесь есть зарядка. Здесь есть беспроводная зарядка для телефона, которая, вы удивитесь, работает. Включаешь, и телефончик начинает заряжаться. Очень удобная штука, потому что много машин, да и современных машин, в которых просто некуда положить телефон. Здесь мало того, что есть куда положить, еще и можно его заряжать. Вот, в общем-то, все впечатления. Ну, а дальше чистая эргономика. Кресло с хорошей боковой поддержкой, но при этом не жестким. То есть ничего у вас не затечет, а держать они вас будут в скоростных поворотах при маневрировании хорошо. Задние сидения тоже спрофилированы лучше, но диван теперь, очевидно, рассчитан на удобную посадку двух пассажиров. Среднему пассажиру будет уже не так удобно. Цифры говорят, что и количество пространства сзади стало меньше, хотя в этой модели значимость первого и второго рядов сидений всегда были примерно равны. В Camry разных поколений перевозилось и перевозится огромное количество начальников разного калибра и масштаба. И предпочитают они именно задний диван. Но при ближайшем рассмотрении я с ростом 1,85 м разместился сзади вполне вольготно, и коленками в спинке сидений не упирался. Так что для корпоративных гаражей новая Camry остается весьма актуальной. Багажник, кстати, тоже стал меньше. На обычных версиях полезный объем сократился незначительно на 13 литров до 493 литров. А у версии с электроприводом спинки заднего дивана объем багажника составляет 469 литров. И еще один момент. Toyota оставила, казалось бы, рудиментарную уже вещь, обычный CD-диск. Вот он, но диска у нас нет. Тем не менее, вот сюда вставляется, причем вынесен он, виден он в самом верху. Многие производители сейчас, наоборот, прячут. Даже если оставляют возможность слушать CD-диски, они их прячут. Ну, вроде как уже не модно. Теперь обещанные цены и комплектации. В базе новая Camry стоит 1 миллион 399 тысяч рублей. Как бы это удивительно не звучало, но базовая Camry на старте продаж подешевела на 8 тысяч рублей в сравнении с предыдущим поколением. У нее тканевый салон, приборы с небольшим дисплеем, трип-компьютера и 7-дюймовый тачкран без навигации. Но при этом двухзонный климат-контроль, электрический ручник вместо педали, подогрев передних сидений и боковых зеркал, светодиодные фары головного света и запуск двигателя с кнопки. Прямо скажем, для базы комплектация отличная. В следующей комплектации Standard Plus появляются рулевое колесо с кожаной обивкой, датчик дождя, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль и более продвинутая мультимедиа. Такой автомобиль обойдется в 1 миллион 499 тысяч рублей с двухлитровым двигателем и в 1 миллион 623 тысяч рублей с двигателем объемом 2,5 литра. Комплектация Classic, в которой появляются уже кожаный салон и электропривод передних кресел, стоит 1 миллион 549 тысяч рублей. В следующей версии светодиодной становится уже вся оптика, датчики парковки дополнены камерой заднего вида, а еще появляется дополнительный набор опций безопасности. Эта версия предлагается только с двигателем объемом 2,5 литра за 1 миллион 818 тысяч рублей. Следующая комплектация с анизатором воздуха и топовой мультимедийной системой стоит 1 миллион 930 тысяч рублей. В предпоследней версии Luxefty появляется электрорегулировка сидений второго ряда и добавляется количество подушек. С двигателями 2,5 литра эта комплектация стоит 2 миллиона 62 тысяч рублей, а с двигателем 3,5 литра 2 миллиона 166 тысяч рублей. И наконец максималка с V6 получает систему камер кругового обзора, мониторинга слепых зон, ассистент выезда с парковки, трехзонный климат-контроль и вентиляцию передних сидений. Стоит топовая версия 2 миллиона 341 тысяч рублей. На этом первую так называемую статичную часть тест-драйва буду заканчивать. Как с большинством интересных моделей хронометраж программы снова убежал за 10 минут, так что все подробности о ходовых качествах новой Camry, динамике, расходе топлива и субъективных впечатлениях от автомобиля за рулем во второй части тест-драйва буквально через 2 дня на моем ютуб канале или на сайте Михельсон ТВ. А теперь традиционная пара анонсов из свежих видео, даже не лайв-обзор, а полный экспромт с Mitsubishi Eclipse Cross, на котором мы прокатились буквально через 20 минут после разгрузки автомобиля с автовоза. Еще одно тревел-видео из горного Алтая с озера Ая и, конечно, тест-драйв нового Audi Q5. На этом прощаюсь с вами до следующих видео, точнее до второй части тест-драйва с новой Toyota Camry. И желаю вам удачи на дорогах. Счастливо!